Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я хотел бы вам поставить, вот прямо скоро поставлю отрывок из выступления Сары Вагенхенд. Она депутат в Бундестаге от партии левых в Германии. В этом выступлении она великолепно поставила, расставила все точки на Д. Она рассказала, что будет с Европой, если она в лице политиков нынешних не одумается. Разложила всю экономику по полочкам, но только в сфере, правда, энергетики, хочу сразу сказать. Потому что проблемы будут у Европы не только сумасшедшей инфляцией в ближайшее время, холодом, уничтожением промышленности немецкой, но и другая проблема, о которой она не касалась вообще, это проблема голода, нехватки продовольствия, но об этом стоило бы отдельно сказать. Правда, в другом видео. Итак, сейчас мы живем в эпоху огромных перемен. И Европа активно отменяет, растаптывает все, так сказать, демократические завоевания прошлого. Частная собственность, уже не священная корова, отнять могут у кого угодно, что угодно. О независимых судах в Европе и речи быть не может. Европа все больше впадает в фашистскую идеологию, фашистскую риторику. Но послушайте сейчас вот этот отрывок, а далее я в завершении тоже кое-что интересное скажу. А если теперь Россию прогнать с мирового рынка по продаже нефти и газа, то в Германии в буквальном смысле слова выключится свет. И дело вовсе не в том, будет ли кто-нибудь мерзнуть, ведь сейчас становится тепло, весна. Речь идет о том, сможет ли вообще немецкая промышленность производить дальше продукцию или нет. Речь идет об остановке всего производства в Германии. Речь идет о массивной инфляции. И надо помнить, что еще пока российский газ нам стоит 20 евро за мегаватт-час. Это цена из долгосрочных договоров. На биржах уже газ стоит до 200 евро за мегаватт-час. И просчитали, что если больше не будет российского газа, тогда 1 мегаватт-час будет стоить 400 евро. Это будет означать мегаинфляцию. Но дело не только в цене, а то, что мы в другом месте, всего этого не сможем получить. И речь уже не будет идти только о том, чтобы немного померзнуть в квартирах. Или по воскресеньям не использовать автомобиль. Речь пойдет о массивной безработице. Ведь 36% российского газа используется промышленностью Германии. А ведь уже сейчас в Германии из-за высоких цен на энергию производят меньше, чем ранее продукции. И немецкая промышленность предупреждает, ни в коем случае не отказывайтесь от российской энергии. Это значит, если мы все-таки откажемся от российской энергии, тогда у нас будет такой финансовый кризис, по сравнению с которым коронакризис был легкой прелюдией. И речь идет о будущем немецкой промышленности. И эти действия коснулись бы нас не только сразу и не только на короткое время. В долгосрочной перспективе наша энергия стоила бы намного больше, чем сейчас. Наш уровень жизни не только будет в опасности, а он просто массивно будет падать. Потому что людям придется намного больше тратить на электричество и за отопление, и за топливо. Это значит, что Америка наконец-то добьется своей главной цели, чего она хотела добиться уже давно. Отсоединить Европу от ископаемых России. Для нас это будет полная экономическая катастрофа. И все это нас будет касаться и через 10, и через 20 лет. А кто-нибудь может сказать, как будут звать российского президента через 10-20 лет? До сих пор еще будет Путин? Так же и эта война до тех пор будет уже давно закончена. И как мы можем сейчас принимать такие решения, с которыми мы будем душить нашу экономику на протяжении нескольких десятков лет? Что это вообще за безумная дискуссия? И я себя спрашиваю. Неужели некоторые люди заменили свои мозги эмоциями? Конечно, рано или поздно мы оставим ископаемую энергию позади. Тогда нам от России все это будет не нужно. Но сколько еще пройдет времени до этого? В прошлом году, к примеру, 16% всего электричества в Германии производила зеленая энергия. Только 16%. Это показывает, сколько нам еще не хватает. И по сей день до сих пор нельзя еще решить проблему, что делать, когда не дует ветер, и ночью, когда не светит солнце. Конечно, надо сделать все, чтобы остановить войну на Украине. Но бойкот энергии и моральное самодовольствие нам в этом не помогут. А кто теперь говорит, что еще есть США, которые продают свой жидкий газ? Тогда я задаю следующим вопросом. А что мы будем делать, когда США начнут свою следующую войну? К примеру, как войну в Ираке, где 500 тысяч гражданских потеряли свои жизни. Или в Афганистане, или в Ливии. Нам надо вспомнить, что США только в одном городе в Ливии уничтожили 35 тысяч людей. Тогда в вечерних новостях нам в западных СМИ никто не показывал этих кадров. Да и вообще, нам все эти войны Америки никогда не показывали в новостях. Но это вовсе не значит, что эти войны Америки были чем-то лучше, чем война на Украине. Поэтому это просто лживо, что у нас теперь говорят, что из-за войны на Украине мы должны закончить все торговые отношения с Россией. А во всех других войнах, которые вела Америка, мы никогда на них не накладывали никаких санкций. Поэтому нам нужно прекратить эту лживую болтовню о бойкоте российской энергии. Ну что, дорогие товарищи, послушали? И, кстати, вы думаете, она одна, что ли, это говорит? Это объективные вещи, она одна говорит? Нет, конечно, не одна. И во всех странах Европы есть такие люди, которые являются патриотами своих стран. Они не хотят горе и бед своему народу. Также справедливость у этих людей на первом месте. Они не занимаются шапкозакидательством. Они изучают сегодняшний день и заботятся о завтрашнем. Они понимают, что происходит реально. И они также понимают, что практически все главы, нынешние главы европейских государств служат интересом США. А США топят, уничтожают Европу. И у них это очень хорошо получается. Элиты европейских государств предали и продали свои народы. Но, как говорили предсказатели прошлого, известные и великие, и, как говорят нынешние, малоизвестные. Начиная от вождей индейских племен, заканчивая предсказателями в России. А это абсолютно соотносится с объективной, такой материалистической картиной мира сегодня и событиями, связанными с этим, что Россия, по сути, осталась последним оплотом человечества. Кто бы того хотел или не хотел, хочет и не хочет. Но это абсолютная правда. А также правда и в том, что мы теперь больше не позволим плевать на свое государство, унижать наш народ, наших предков, наше достоинство и наше завоевание, за которое мы заплатили миллионами жизней. А если какие-то идиоты или предатели это не понимают и не хотят понимать, и противостоят, противоборствуют этому, то им же будет только хуже. Мы уже, конечно, не остановимся. Прошла та точка невозврата, когда нас, что называется, голыми руками брали, морально давили, уничтожали. Все, этого больше не будет, это совершенно очевидно. У России сейчас есть полные возможности, абсолютная сила, чтобы с этим справиться. И как побочный результат такой деятельности, мы рано или поздно вправим мозги прозомбированным европейским обывателям, которые подверглись небывалой пропаганде сродни Геббельсовской. А о чем еще говорила Сара? Ой, много о чем интересном. Например, о том, как их министр экономики поехал в Катар, и посмотрите фотографии, он кланялся шейху, он просил нефти. И Сара совершенно справедливо задает вопрос как бы обществу немецкому. А куда он, собственно, поехал? Ведь так вы презираете Россию, что у нее якобы диктатура, там и нет никакой свободы, демократии. А кто такой Катар? Что это за государство? Это абсолютная, тотальная диктатура. Там нет парламента, власть по наследству передается. Но мы купим у них нефть и поклонимся, лишь бы у России не покупать. А то, что Катар уже многолетние контракты с Азией, в частности с Китаем, заключил, что он и не собирается поставлять нефть, даже по высоким ценам в Германию и в Европу вообще, о том, что ОПЕК еще до событий на Украине договорились страны ОПЕК, что не будут снижать цены, чтобы не допинговать и, соответственно, задешево не расходовать свои природные ресурсы. На это этим дешевым популистам наплевать. Сара также сказала о том, что никогда санкции в истории человечества ни к чему хорошему не вели, и в том смысле, что те, кто вводил санкции, своего желаемого не добивались никогда. Напротив, такие меры только сплачивали народы, против которых, ну, государств и народов, эти меры приводились, назначались теми, кто их внедрил. Она также сказала про унижение президента, который США еще несколько лет назад вводила, ввела против Венесуэлы. Ну, им было все равно, потому что они российскую нефть брали, ну, а теперь, поскольку не берут, он поехал на поклон к Венесуэле. Ну, и не только туда, и в Саудовскую Аравию, и много куда еще ездил, потому что нужно как-то экономику свою поднимать. А она сейчас очень страдает. Кстати, я сделаю отдельное видео о том, что будет с долларом в ближайшее время. Ведь, как вы думаете, неужели 30 триллионов долларов государственного долга ничем не закончится в плане, ну, краха государства? Ведь США держатся пока только на исключительно военной своей мощи, на ограблении тех или иных стран, за счет которых они и удерживают доллар, за который все в мире практически покупают и продают. Но эту монополию они уже не то что упускают, а уже упустили все. Об этом, кстати, я говорил в двух своих прошлых видео, вот в этих. Ну что ж, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Скоро будет очень много интересных видео, особенно на моем третьем канале «Совесть и подлость». Ждите, подписывайтесь на канал, и кто еще не подписан, и обязательно подпишитесь в Телеграм. У меня там два канала. Ну, все-таки я разделил один вот по здоровью, второй называется так же, как и канал в Ютубе «Совесть и подлость». Пожалуй, на этом на сегодня все. А вы, дорогие друзья, кто живет в Европе, ну, я говорю о хороших людях, в России очень многие немцы, кстати, переезжают. И не только по причинам нынешним, то есть вот гонения на русскоязычных, там, на русских людей, а и по другим. По причинам тотальной педеризации и по причинам секс-просвета в обязательном порядке детей в школах, а когда родители против, у них отнимают детей и даже сажают их. То есть вот такой вот фашистский диктат проявляется и в этом в том числе для того, чтобы воспитать, сделать общечеловека в угоду, ну, назовем так, мировому правительству. А все истинные государственные народные интересы, собственно, вот глубинные, первоосновные, они просто растаптываются, уничтожаются в любимой Европе, во всех практически странах. Германия в первую очередь, потому что Германия, как бы, самая опасная для мирового правительства страна в Европе, ну, не считая Россию. И потому вот нужно больше всего клин вбить, как это было сделано и 80 лет назад, между Россией и Германией в первую очередь. Помните об этом, подумайте об этом. Ну, а на сегодня достаточно, до новых встреч. Продолжение следует...